У нас и так мало зелени в новых кварталах. Последнюю загубят. Такое опасение высказывают жители дома на Балтийской 2. По инсайдерской информации в соцсетях собственники узнали, что частная клиника, расположенная по соседству, на части зеленой территории собирается построить парковку для медперсонала. Такому соседству жильцы крайне не рады. Более того, хотели бы, чтобы парковку, которая будет прилегать к детской площадке, вообще запретили. Там играют дети, там дети играют в мяч. Этот мяч будет лететь в эти же машины. Как машины туда будут заезжать? И газон там нарушится. Загазованность плюсом. И загазованность плюсом. Это всегда была площадка, где наши дети играли. Собрание жильцов не собирали. Разрешение нашего никто не спрашивал. А кто вам сказал про парковку? Дворник. Подготовительные работы, по словам местных, ведутся уже несколько недель. Клиника огородила участок, выкорчевала газон и часть деревьев. Но то, что там будет именно парковка, администрация медучреждения не подтвердила. Что у вас на территории будет строиться? Потому что, ну, как бы, нам же не царят. Ничего не будем строить. То есть это просто вы как-то реконструируете эту территорию? У нас ремонт идет. Соответственно, эта площадка нужна для ремонта. Вот и все. По сути, что бы на этой территории сейчас не было построено, это законно. По кадастровой карте вся эта зеленая территория поделена на три части. Большая из которой принадлежит дому на Балтийской 62. Здесь расположена детская площадка. Территория поменьше принадлежит клинике Добрый доктор, собственно, где и ведутся ремонтные работы. И есть небольшой кусочек, по которому я иду. Он никем не размежован. Собственно, на нем никакие работы не проводятся. То есть формально все происходит в рамках закона. При этом частный владелец земли имеет право строить то, что ему нужно без общедомового собрания соседнего дома. И разрешение собственников соседей ему не требуется. Главное, чтобы соблюдались нормативы и были разрешения от компетентных органов. Если это будет все же парковка, жители могут обратиться в ГИБДД, чтобы выяснить, насколько грамотно она расположена, то есть на допустимом ли расстоянии от детской площадки. Нельзя исключать самовольное размещение этой парковки без согласования с соответствующими службами. Поэтому письменно необходимо обратиться в органы ГИБДД с целью разрешить вопрос. Будут ли жители разбираться с частником, зависит от их энтузиазма. Но людей всерьез беспокоят, что зеленых зон в густонаселенном районе и так мало. А тут еще посягают на оставшиеся. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.